Газеты, какими мы привыкли их видеть, могут прекратить свое существование в недалеком будущем. Аудитория интернет-СМИ во всем мире продолжает расти, а тиражи бумажных изданий падать. В России тиражи газет и журналов сокращаются в среднем на 10% в год. По данным Фонда общественное мнение, только 55% россиян хотя бы раз в месяц покупают печатную продукцию в киоске. Ежедневно читают газеты всего 11 человек из тысячи. Между тем, именно газеты во многом сформировали современную европейскую культуру, стандарты подачи информации и отношения к ней. Даниэль Дефо, Диккенс, Марк Твен, Горький, Булгаков и многие другие писатели начинали свою карьеру как журналисты-газетчики. Первая рукописная газета появилась в Венеции еще в 16 веке, а уже в 17 во Франции выходила печатная газета тиражом более тысячи экземпляров. В 19 и 20 веках день любого грамотного человека начинался с газеты за завтраком, а теперь он начинается с компьютера. Опустела знаменитая лондонская Флит-стрит, откуда съехали редакции крупнейших газет, находившиеся там последние 200 лет. Не встретишь на улицах стендов с наклеенными газетными полосами, вокруг которых еще 20 лет назад ежедневно собирались читатели. Уходит бумага как носитель или газета как смысловое целое? Газеты представляли не просто набор сообщений, но картину дня, сообразующуюся с редакционной политикой. На электронных носителях информация превращается в однородный поток равнозначимых месседжей, которые с трудом поддаются структурированию и расстановке приоритетов. Возможно ли перенести в интернет газетную цельность? Или нас ждет возрождение бумаги? Об этом размышляют гости в студии программы «Тем временем». С удовольствием представляем моих сегодняшних собеседников. Андрей Мирошниченко, медиа-аналитик, автор книги «Когда умрут газеты». Добрый день. Наталья Лосева, заместитель главного редактора РИА Новости по мультимедиа и новым проектам. Здравствуйте. Василий Гатов, вице-аналитик.